По статистике, чаще всего сезонным полинозом страдают представительницы прекрасного пола. Женский организм оказался наиболее восприимчив к различным аллергическим реакциям, чем мужской. Как итог, встретят на приеме у аллерголога барышню с единственным спасением на своем платком, куда вероятнее, чем мужчину. Александра Медведюк столкнулась с сезонной аллергией пару лет назад. Коварное заболевание застало ее в конце апреля и начале мая. Именно в эти месяцы полиноз достигает своего расцвета. Сенная лихорадка проявила свой характер традиционными симптомами. Проявляется она у меня, в основном это нос заложен всегда, ничего не высмаркивается, капли не помогают, глаза слезятся, причем очень сильно, особенно если это даже на солнце выхожу больше. Если только нос, то капаю капли, если они уже перестают помогать, иду, естественно, к доктору. Доктор выписывает мне препараты. Как правило, насморк и слезотечение редко кто воспринимает всерьез. Оно и понятно, при таких симптомах у многих возникает привычная мысль, от такого еще никто не умирал. Однако, если такая реакция появляется ежегодно, в определенное время, как правило, это весна или лето, поход в крачу-терапевту лишним явно не будет. В противном случае сезонная аллергия может приобрести очертание совсем другого заболевания, отнюдь не такого безобидного. Длительно нелеченный полиноз, например, инаконюнктивит, может привести к астме, аллергической форме бронхиальной астмы. Дело в том, что в развитии полиноза очень большую роль играет наследственность, наследственная предрасположенность к аллергическим реакциям. Если она есть, если она не лечена и длительный период времени проявляется, человек на это не обращает внимания, не лечится, он может трансформироваться в аллергическую форму бронхиальной астмы. Тогда уже совсем другие жалобы, совсем другое лечение, гораздо более дорогостоящее, гораздо больше трудопотери. Если для одних распустившиеся бутоны – это повод насладиться ароматом и видом, к примеру, нежного жасмина или пиона, то другим цветочная пыльца может изрядно подпортить самочувствие. Аллергеном может стать пыльца абсолютно любого цветка, кустарника или другого растения. Кстати, распространенное мнение о том, что тополиный пух чуть ли не венчает олимп аллергенов – ничто иное, как заблуждение. Дело в том, что раньше ассоциировали, что во время появления тополиного пуха чаще всего появляется аллергическая реакция. Как известно, тополиный пух, когда весна, лето, в это время цветет большое количество аллергенных трав, деревьев, кустарников. Поэтому в народе сложилось мнение, что во время цветения тополиного пуха появляется аллергическая реакция, значит, это тополиный пух. Его можно увидеть. Аллергию дает то, что увидеть нельзя. Нет аллергена – нет аллергии. Эта врачебная шутка содержит в себе изрядную долю правды. Идеальным решением для аллергиков будет переезд на период цветения поближе к морю. Как можно чаще убираться, содержать рабочее и домашнее место в чистоте тоже лишним не будет. В любом случае, несмотря на неиссякаемый источник народной мудрости и советов по поводу того, как побороть сезонную аллергию, специалисты настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением. Самое верное – обратиться к врачу, который и назначит лечение, подходящее лично вам и направленное против конкретно вашего аллергена. Субтитры создавал DimaTorzok